Большой двор по улице Горького. Его благоустройство началось в конце мая. Сначала рабочие демонтировали старое дорожное покрытие, вывезли тонны строительного мусора и уже затем приступили к выравниванию основания под асфальт. Параллельно другая бригада установила бордюры и выложила тротуарной плиткой пешеходные дорожки. А еще здесь появилась спортивная площадка с уличными тренажерами, проведено освещение. Сейчас идет обустройство детской игровой зоны с горками и качелями. Они по заказу. Они вот пришли, мы уже устанавливаем. Здесь будет резиновое покрытие, там спортивное ограждение будет, там баскетбольная площадка. И на днях, ну, день-два тут бригада остановится и полностью укладка асфальта. То есть это планировка полностью, уже окончательная планировочка и укладка асфальтового покрытия. За ходом работ внимательно следят жильцы. Ведь именно они общим голосованием выбирали именно такой дизайн двора. Помимо них, контроль периодически проводит мониторинговая группа из депутатов городской думы и сотрудников мэрии Черкеска. Вот и сейчас они обсуждают ход работ с жильцами-представителями управляющей компании. Мы на этапе промежуточном проводим срез для оценки качества и количества проведенных работ. И в конце работ мы проводим такой же мониторинг для определения, опять же, качества, удовлетворения спроса граждан города Черкеска проводимыми работами. Основная цель благоустройства дворовых территорий, собственно, и заключается в реализации тех пожеланий и комфорта, которые должны наши жители города обладать. Конечно, в ходе работ возникает и вопрос от жильцов. Угодить всем практически невозможно. Кто-то хочет больше парковочных мест, кто-то наоборот. Меньше асфальта и больше зелени. Галина Васильевна как раз из этой категории. Она рада происходящим изменениям, но просит увеличить зеленую зону, плюс решить вопрос с мусорной площадкой. Столько сделано работы. Это и детские площадки, и, конечно, оборудуют лавочки, и освещение спортивное. Но посмотрите еще на эту мусорку. Это самое страшное место. Хотя обустройство мусорной зоны и не входит в перечень работ по благоустройству, подрядчик пообещал за свой счет положить там асфальт. Мэрия установит новые мусорные баки, а управляющая компания должна эту зону огородить. А после окончания работ следить за чистотой и порядком в своем дворе, помимо коммунальных служб, будут уже сами жильцы.